Субтитры создавал DimaTorzok 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 То же самое сказали здесь И второе мнение в этом вопросе Это мнение имама Марика То что этот человек должен заплатить Один махр То есть не половину отдельно еще плюс целый А только один целый махр Но правильным является мнение первое То что он должен во-первых заплатить Половину махра обговоренного Это за то что он развел ее Женившись на ней Даже не совершив с ней половую близость И во-вторых он должен заплатить ей еще один целый Средины махра Потому что он совершил с ней половую близость Без всякого права на это То есть находясь во внебрачных отношениях То есть брат между ними уже был Расторгнут посредством развода Почему? Потому что в данном случае он совершил джинайя То есть как бы совершил преступление С него снимается шариатское наказание Так как он об этом не знал То что он совершает преступление Но выплата штрафа за это преступление Не снимается Так как у нас известно То что те преступления Которые совершает человек Не зная об этом Так или нечаянно Или позабывчивость И тому подобное Что касается финансового возмещения То он все равно его обязан выплатить Далее следующий вопрос Следующий вопрос Говорит Если человек женился на какой-либо женщине Но ложным браком То есть этот брак является единогласно Недействительным То обязан ли человек заплатить этой женщине маха Если человек женился на какой-либо женщине Недействительным братом По единогласному мнению Как например если он женился на чужой жене Это является Незапрещенным и недействительным единогласным Или женился на женщине тогда Как она еще находилась В сроке ожидания После развода от первого мужа Если человек женился на такой женщине И совершил с ней половую близость Зная об этом То есть зная что она замужняя женщина И зная или зная что она находится В сроке ожидания После развода от первого мужа Если он совершил с ней половую близость Зная что эта половая близость И является запретной для него И она также Согласилась на эту половую близость Добровольно Зная о запрете этого То она не имеет права ни на какой маха Потому что это является ничем иным, как прелюбодьянием, за которым должно следовать шариатское наказание. И она согласилась на эту половую близость добровольно, поэтому ведь что никакого мага она не заслуживает. Если же она была в невежестве, то есть не знала, что половая близость в такой ситуации с этим мужчиной ей запрещена, или же она не знала, что она до сих пор находится в сроке ожидания, то она имеет право на мага, потому что это уже половая близость, относительно которой у них есть определенные сомнения. То есть есть у них некоторые факторы, которые заставляли их думать о том, что такая половая близость является узаконенной для них. Значит, что у нас получилось в этом вопросе? В этом вопросе получилось следующее. Если два человека женились таким браком, который является единогласным, без всяких разногласий, в недействительном шариате, и между ним произошла половая близость, то такая женщина, если знала об этом, то есть знала о том, что брак недействительный, такая женщина не заслуживает никакого мага, так как это является прелюбодеянием. Более того, она заслуживает шариатское наказание. Если же они, или она точнее, не знала об этом, то есть, либо не знала о том, что такой брак запрещен, либо не знала о своем положении, то есть, что она в таком положении, во время которого ей запрещен брак с чужим мужчиной, посторонним мужчиной, то в этом случае, если у них произошла половая близость в этом недействительном браке, то она заслуживает целый серединный махр. Далее, следующий вопрос. Следующий вопрос. В этом случае ситуации может быть три. Непременно будет одна из трех ситуаций. Либо раб, разрешено ему со стороны хозяина зарабатывать, но торговлей он не занимается. Либо он и зарабатывает, и может заниматься торговлей, то есть, и на то, и на то у него есть разрешение от хозяина. Либо третья ситуация. От хозяина он не имеет разрешения ни на какое-либо занятие, то есть, ни на какой-либо заработок, ни на торговлю. То есть, в этом случае у него вообще никакого заработка нет. Как в этих трех ситуациях, то есть, какое постановление в этих трех ситуациях? Говорит, аль-Хмране первая ситуация. Если раб имеет разрешение от хозяина на заработок, то есть, он какую-то часть дня или целый день зарабатывает на стороне, что называется, то есть, не прислуживает хозяину, а где-то ходит, допустим, что он зарабатывает, работает где-то и так далее, и получает за это какую-то плату, то он обязан выплачивать махр со своих денег и оплачивать, и содержать жену также обязан со своих денег. Почему именно так? То есть, почему махр и содержание жены берется именно с его денег, с денег раба? Потому что, может быть, одно из четырех. Либо за него все это, то есть, махр и обеспечение жены, должен заплатить его хозяин. Либо он сам, то есть, раб становится платой, в том смысле, что отдает себя своей же жене в качестве махра, то есть, как бы продает себя ей. Либо же, это обязанность, то есть, махр и обеспечение жены, как бы вешается на него, как долг, пока он не станет свободным, в том смысле, что вот когда он станет свободным, он начнет зарабатывать, и тогда все это отдаст своей жене и махр и обеспечение ее. Либо же мы это подвешиваем под его заработок. То есть, сейчас Аль-Имрани будет доказывать неправильность первых трех и правильность четвертого. То, что махр и обеспечение жены накладывается на него, то есть, так как он является зарабатывающим, то есть, на раба, на его заработок. То, что, чтобы сказать, то есть, сказать, что махр и обеспечение жены, все это накладывается на его хозяина, говорит, это не является правильным. Почему? Потому что он не взял на себя такую ответственность, что я буду за тебя махр платить и еще буду обеспечивать твою жену. Но просто разрешил ему, то есть, рабу, жениться. И это не считается тем, что хозяин взял на себя такую обязанность и такую ответственность. И также неправильно сказать, то, что это накладывается на самого раба в том смысле, что он отдает самого себя в качестве махра и в качестве нафака, то есть, обеспечения своей жены, отдает себя, то есть, как товар. То есть, он же раб, раба можно продавать, можно продавать. Вот он отдает себя в качестве чего? Товара, говорит, забирай меня, как будто бы ты меня купил. И вот я, то есть, моя оплата является чем? Является твоим махром и обеспечением тебя. Это, говорит, также является неправильным. Ла мухаккун ваджиба би риба манна ул хак. Говорит, уэннам айта аллаку би ракабатихи ма ваджиба би риба манна ул хак. Потому что, говорит, раб может отдаваться в качестве выплаты только при преступлениях. То есть, если раб, допустим, совершил какое-либо преступление, кто платит за это преступление? То есть, на кого ложится штраф? Говорит, ложится на самого раба. В том смысле, что хозяин может отдать в качестве штрафа этого раба. Скажет, мой раб, допустим, отвоил какое-то преступление, должен заплатить, допустим, тысячу долларов в качестве штрафа. И раб именно столько стоит. Хозяин может отдать его, сказать, забирайте этого раба, он будет вам в качестве погащения долга. Это, говорит, только при преступлениях. А здесь, говорит, нет преступления. То есть, здесь заключен акт бракосочетания, говорит, никакого преступления не произошло. Говорит, и также неправильно будет сказать то, что обеспечение и махр влажатся на раба как долг, и то, что должен будет он его отдать тогда, когда станет свободным. То есть хозяин его когда-нибудь освободит, может быть, и потом он начнет работать как свободный человек, и уже отдаст ей этот долг, то есть махр и ее обеспечение. Говорит, это не является правильным. Почему? Потому что он обязан заплатить ей махр, а также ее обеспечение, взамен того, что он получает право пользоваться ею, то есть совершать с ней половую близость и тому подобное, сейчас. Говорит, а деньги получаются отдают когда? Позже. Имеется в виду, жилу получает сейчас, свои права получают сейчас, а ей махр и нафа, обеспечение когда отдаст? То есть Аллаху Алю, может быть, его хозяин освободит, а может, не освободит, если освободит, когда он все это заработает и так далее. То есть все это также непонятно, поэтому это не является правильным. Фаидавота радхази лабсам лам ябка и лата аллюку веказбе. Говорит, поэтому если все эти три первых вида являются недействительными, остается только четвертый. То есть если мы скажем, что не является правильным, что обязанность обеспечения и махр ложатся на хозяина, или отдаются женщине в качестве самого раба, то есть раб сам себя отдает вместо этой платы, и также неправильно то, что он отдаст это когда-нибудь, когда станет свободным, если все эти три вида недействительны, то вот остается только четвертый. Что раз этот раб имеет возможность заработка, то есть где-то работать и получать плату, то пусть он платит свое махрое обеспечение своей жены именно с этого заработка, который он имеет. Это первое. Говорит, если вы все это поняли, то говорит, отсюда берется то, что хозяин обязан освобождать раба днем для того, чтобы он мог зарабатывать. А ночью он должен его освобождать для того, чтобы он мог проводить ночь со своей женой. Потому что если он разрешил своему рабу жениться, то это уже несет то, что он согласился на это. То есть раз ты разрешил твоему рабу жениться, и этот раб является из тех, кто зарабатывает, то отсюда берется, что раз этот раб обязан отдать махрое и обеспечиваться своей женой из своего же заработка, то хозяин автоматически получается, что он разрешает своему хозяину работать днем, чтобы он мог зарабатывать. И разрешает ему уходить к своей жене ночью, чтобы мог он ночевать у своей жены. А если, говорит, хозяин не разрешает этого, то есть не разрешает своему рабу работать, и говорит, нет, будешь работать на меня, прислуживать мне днем, я буду отпускать только к твоей жене ночью, тогда в этом случае, говорит, хозяин автоматически берет махрое, а также и обеспечение жены своего раба, и обеспечение своего раба берет на себя, так как он не дает возможности рабу зарабатывать на стороне. Это первая ситуация. Теперь вторая ситуация. А если у раба есть разрешение от хозяина торговать, то есть на торговлю, у раба есть определенный капитал, который он вкладывает в торговлю, и на основании этого вкладывания торгует. В этом случае, Мамешафи сказал, что он платит махрое и обеспечение своей жены из того, что у него в руках. Вахталифа асхабу нафи, камину мангкаль, говорит, ноши фиит и разногласили об этом, некоторые из них сказали, что как махр, так и обеспечение своей жены он выплачивает из основного капитала, то есть денежного капитала, который у него в руках, а не из второстепенного заработка, который произошел из-за накрутки. Сказали, почему? Потому что разрешено ему покрывать долги своей торговли из этого капитала. А махр и обеспечение жены тоже подобно долгу его перед его женой. И раз он хозяин ему дал возможность жениться, дал разрешение на жених, дал возможность зарабатывать на торговле, то пусть бы это дает махрое и обеспечит жену, даже если у него нет второстепенного заработка, то есть еще ничего не заработал, у него в руках только капитал для торговли, вот из этого капитала, говорит, пусть и выплачивает. ХОВКД от тижара. Видишь, так же, как если бы у него возникли долги в торговле, он же был бы, говорит, обязан выплатить эти долги со своего начального капитала. Да, то же самое, говорит, здесь в вопросах никаха. И второе мнение у шафиитов, которые сказали, нет, это не разрешено. То есть он не имеет права выплачивать махрое и обеспечение своей жены из основного капитала, который у него в руках. Но он может выплачивать только из того, что он уже заработал на основании этого начального капитала. То есть, сказали так же, как нельзя ему выплачивать ничего в качестве махра и обеспечение своей жены из тех денег, которые он заработал еще до никаха, потому что то, что он заработал до никаха является имуществом его хозяина. То же самое, говорит, начальный капитал не является его имуществом, а является имуществом его хозяина, так как все, чем владеет раб, всем этим автоматически владеет его хозяин. Поэтому, говорят, если хозяин разрешил своему рабу зарабатывать на торговле, то есть дал ему что-то в качестве начального капитала, чтобы он мог торговать, так какие его, говорит, деньги? То, что находится в его руках как начальный капитал, это не его деньги. Его деньгами станет только то, что он заработает на этом начальном капитале, то есть вложит это в торговлю. Говорит, уахамд хамадам нас адафатлин на альпиши. Некоторые шафииты сказали то, что имамы Шафи разрешил рабу отдавать махар и обеспечение своей жены из денег торговли. Некоторые шафииты сказали, здесь имамы Шафи имеют в виду из того, что заработано, то есть выше, чем начальный капитал. То есть не имеется в виду, что он должен отдавать из денег начального капитала. Нам это вот второе мнение. Также его основа или его аргументация является довольно сильной. Если мы скажем, что начальный капитал раба, это не его деньги, а те деньги, которые являются деньгами кого, то есть его хозяина, то не может он деньгами хозяина распоряжаться и отдавать их в качестве своего же собственного махра или обеспечения своей жены. Потому что хозяин не дал ему эти деньги для этого, но дал ему эти деньги, чтобы тот вложил их в торговлю и уже торговал. А вот дополнительный заработок, который он заработает уже, то есть когда будет крутить эти деньги, что называется, так это уже его деньги. Хозяин разрешил ему торговать. Вот из этих вот, поэтому дополнительно заработанных денег пусть и выплачивает свой махре и обеспечивает свою жену. И третья, последняя ситуация, если раб не имеет возможности стороннего заработка и торговать ему также с хозяином не разрешено, то откуда он должен, то есть из каких денег он должен заплатить махр и на какие деньги он должен обеспечивать свою жену. Говорят в этом вопросе два мнения. То есть у шафиитов. Первое мнение, то что махр и обеспечение жены вложится на раба в качестве долга. То есть до того времени, как он станет свободным. Если он станет свободным, то с этого времени он начнет зарабатывать как свободный человек. И уже из того, что он заработает, тогда он отдаст в качестве махра и в качестве обеспечения жены. Говорит Атсани и второе мнение. Говорит второе мнение, что махр за него и обеспечение жены за него должен платить кто хозяин. Вот это второе мнение является более верным. Почему? Потому что раз он разрешил своему рабу жениться, зная, что он не имеет ни стороннего заработка, ни возможности торговать, то есть никаких денег у него вообще нет, то это его разрешение, то есть жениться, становится автоматически как бы его, то есть хозяина, согласием, что значит он сам за этого раба заплатит имахр и будет обеспечивать его жену. А иначе должен что сделать? Должен позволить своему рабу либо зарабатывать, либо торговать. Говорит Танбих примечание. Вот эти вот два последних мнения, то есть то, что необходимость выплаты махра и обеспечения жены ложатся на раба как долг, пока он не будет свободен, или же второе, что это ложится на хозяина, как ответственность на него, эти оба мнения присутствуют у ханбалитов. При этом без разницы, имеет ли раб возможность на заработок или не имеет. То есть ханбалиты сказали, что эти два мнения вступают в силу и имеют право на рассматривание, даже в том случае, если раб имеет возможность на заработок. Значит подведем итог в нашем вопросе. Если раб женился с разрешением своего хозяина, то кто за раба платит махра и кто за него обеспечивает его же жену? Мы говорим здесь, может быть, три большие ситуации. Если раб имеет возможность заработка на стороне, как понять заработка на стороне, то есть в своей основе раб должен и обязан прислуживать своему хозяину. Но хозяин ему разрешил зарабатывать на стороне. Сказал с 8 утра до 3 дня, ты можешь идти, допустим, зарабатывать чем-либо. Например, заниматься сантехникой, или, например, заниматься развозом товара, можешь заниматься ремонтом квартир или другими видами профессий, которыми ты обладаешь. В этом случае, кто платит за раба, махра и нафака и обеспечение? Сказали, сам же раб и платит из того, что он заработал. Но если хозяин вдруг ему запретит этот заработок и не разрешит ему больше зарабатывать на стороне, то это автоматически означает, что хозяин берет всю эту ответственность на себя. И махр должен выплатить за него, если тот еще не выплатил, и жену обеспечивать этого раба тоже должен он, то есть хозяин. И более того, самого раба тоже должен обеспечивать тот хозяин. Второе, если раб имеет возможность торговать, то есть хозяин ему дал начальный капитал и разрешил ему этот начальный капитал вложить в торговлю, и на этом торговать, что называется, его крутить и зарабатывать. Так, здесь в этом случае правильное мнение то, что раб обязан выплатить махар и обеспечивать свою жену и самого себя также из того, что он зарабатывает на этой торговле, но не из начального капитала. Потому что начальный капитал это не его деньги, а деньги кого хозяина, которые он должен ему в конце концов вернуть. И третье, если раб не может ни зарабатывать на стороне, ни торговать, тогда в этом случае махр обязан выплатить тот хозяин. Потому что раз хозяин разрешил ему в такой ситуации жениться, зная, что у него никакого заработка вообще ни торговли нет, то это автоматически означает, что он как бы взял всю ответственность на себя, то есть хозяин. И махр за него выплатит, и обеспечивать его жену будет, и самого этого раба также будет обеспечивать. Этот вопрос нашел весен. Говорит Хайдафель Харафис Сабер, и польза какая от этого разногласия? Говорит, польза от этого, то что если мы скажем, что это, то есть необходимость махра и обеспечение жены раба ложится как ответственность на хозяина, то значит он должен все это выплачивать. И женщина при этом не имеет права на разрыв ни каха с этим рабом. Почему? То есть не может сказать, раз он ничего не зарабатывает, не может торговать, то я требую разрыва нашего брака с ним. Почему не может? А потому что автоматически обязанность обеспечивать ее и выплатить ей махр ложится на его хозяина, на хозяина раба. Поэтому она не имеет права требовать разрыва брака. Даже если ее муж ничем не может ее обеспечить и махра ей выплатить не может, то это сделает хозяин. Если вы в нормальной ситуации, то есть женщина вышла замуж за свободного человека, если свободный человек ни мага не может выплатить, ни жену обеспечить не может, имеет ли право жена требовать разрыва брака или нет? Да, имеет право. Почему? Потому что никто ее ничем не обеспечивает. А вот здесь говорит, не может, потому что ответственность переходит на хозяина. Говорит, в этом случае хозяин может использовать своего раба, то есть в своих целях, чтобы он ему прислуживал, так и запрещать ему заработок, потому что он взял всю ответственность финансовую на себя. А если мы скажем, что обязанность мага и обеспечение жены ложатся на самого раба, то если раб не может обеспечить свою жену, то есть у него заработок недостаточный, то в этом случае жена имеет право на требование расторжения брака. Вот в этом, говорю, польза от этого разногласия. Видишь, разница есть, то есть на кого ложится обязанность, ответственность и на самого раба, и на хозяина. Так этот вопрос ясен далее. Следующий вопрос. Говорит, если человек женил своего же раба на своей же рабыне, является ли обязательным в этом случае выплатить мага? Почему? Смотри, мы говорим раб, имущество, хозяина. Рабыня, также его имущество. Если мы говорим, что раб платит мага своей же жене, которая является рабыней этого же самого хозяина, то получается, как бы, деньги хозяина переходят к самому же хозяину. Правильно или нет? То, чем владеет раб, это фактически владение кого? Хозяина. Если он, то есть этот раб, передаст эти деньги, то есть своего же хозяина получается, своей жене, которая является рабыней этого же самого хозяина, то получится деньги, как бы, от хозяина перешли в хозяину. То есть никакого смысла от этого не получается. Говорит, если человек женит своего же раба на своей же рабыне, то в этом случае у ученых произошло разногласие на два мнения. Почему здесь разногласие произошло? Кто-то может сказать, какой смысл, если раб будет платить мага своей рабыне? Все равно это деньги хозяина, как бы, перетекает, получается, к самому же хозяину. Но здесь произошел вопрос, что, если человек никакой мага не заплатит, автоматически будет получаться, что мага никакого нет, при этом актабракосочетании, то получится, что, как бы, раб получил жену как подарок, то есть как хиба, что называется. А это было разрешено только пророку, саллаллау асаляму. То есть женщина могла выходить замуж только за пророка, саллаллау асаляму, даря себя, то есть обуславливая отсутствие мага. Говорит, Факалин Калды, сказал Калды, то есть Калды Абу Я'ана, я имею в виду, Калды какого? Ханбалийского мазгаба. Говорит, Ла яживу маа, ля ну ла уваджеба, ла ваджеба ли саидья, ва ла яживу ли саид аля абди химан. Видишь, первое мнение, это мнение Калды Абу Я'ана и также мнение Мамшахи, как у нас приедут далее, что раб не должен платить мага своей жене, которая является рабыней его же хозяина. Потому что, ведь получится, что деньги перетекают от самого хозяина к самому же хозяину. И сказал Абу Хаттаб, это один из других имамов, также ангелийского мазгаба, яживу мусамма, ау маху михр, ин лам якун мусамма. Говорит Абу Хаттаб, нет, является обязательным, говорит, обговорить мага, и этот мага должен быть выключен. Если же мага никакой не обговорен, то необходимо выплатить срединный мага. Кей ла яхну ванниках ан мага. Видишь, чтобы не получилось, ведь что? Получился никак без всякого мага, что является запретным. А потом уже, то есть после того, как они обговорят, это ведь что аннулируется, потому что его невозможно выплатить, то есть Айян не может заплатить деньги самому себе. Аблабдилля, имеется ввиду, кто? Слова Аблабдилля имеется ввиду, сам имам Ахмад. Говорит, если человек женит своего же раба на своей же рабыне, то мне нравится, чтобы это было вместе с магром, то есть с выплатой мага была коверена и со свидетелем. Кей ла фанин таллаба, тогда имам Ахмад задали вопрос, а если этот раб затем эту рабыню разведет? Ка ла якун садап алей и да ватиках. В этом случае, как он обязан выплатить мага ей, то есть этой рабыне, тогда, когда он станет свободным, когда освободится, вот этот вот обговоренный мага будет платить из своих денег. Кей ла фанин заводи амин убегали мага. Тогда имам Ахмад спросили, а если хозяин женит своего раба на своей же рабыне без всякого мага, тогда как поступать, то есть первое мнение, если мы скажем, говорит, 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 имам Ахмад в этом вопросе говорит, сподвижники разногласия. И яблим на Абдулля считал, что это разрешено. Почему? Потому что получается несмысленно, то есть получается перетекание денег от самого же хозяина к самому же хозяину. И это со стороны разрешенности, то есть то, что в своей основе разрешено, чтобы человек женил своего жароба на своей же рабыне без выплаты мага. Потому что в итоге получается, что хозяин передает свои же деньги самому же себе. Но на практике лучше поступить так, как сказали приведенцы второго мнения, то есть Абу Хаттаб и тех, кто с ним, то есть Абу Ханифа. То, что назначить какой-либо мага, а потом уже что аннулировать его, для того, чтобы не попасть под запрет. Но даже если так не будет, никакого мага не обозначат, то это все равно разрешено и никак действительно. Так говорит Ахмад в этом вопросе. Тамбих говорит примечание. Мы, говорит, уже упоминали. Вопрос, если раб женился без разрешения своего хозяина. Действительно его никак или нет. Но здесь, говорит, мы затронем другой вопрос. Если человек, то есть раб, женился на женщине без разрешения своего хозяина, а потом совершил с этой женщиной половую близость, то как он должен выплатить ей мага? Говорит, этот маг подвешивается под него же самого. В том смысле, что он, то есть раб, обязан отдать самого себя в качестве раба, в качестве раба этой своей жене. То есть, как бы он становится ее же рабом. Это говорит по более правильному мнению. То есть, имеется в виду то, что может ли женщина быть замуж за своим же рабом? Не может быть. То есть, если мы отдадим его в качестве раба ей, то это означает автоматический разрыв их брака. Поэтому ученые здесь говорят, что если они, то есть жена, или та сторона родственников, которая является родственниками жены, готова потерпеть, то есть, допустим, дать ему возможность поработать, заработать, и он отдаст ей своих денег, что ей мага и будет ее обеспечивать, то тогда это хорошо. Если же нет, то хозяин, почему? Потому что это как преступление получается со стороны, кого раба. То есть, раб, женившись без разрешения хозяина, совершил с ней половую акцию, совершил этим самым запретное, и совершил этим самым преступлением, и обязан выплатить ей срединный мага. То есть, мы говорим, хозяин, в этом случае хозяин обязан, что заплатить, то вот этот вот мага, жене этого раба. И хозяин, если не хочет платить, может отдать его ей, то есть, в качестве раба, и все. А в этом случае, мы скажем, если она переймет его как раба своего, тогда что их брак разрывается. Так, а некоторые сказали, то, что он не отдается ей как раб, но на него этот долг подвешивается, до тех пор, пока он не станет свободным. То есть, когда станет свободным, потом будет зарабатывать и не отдаст. Есть также третье мнение, что он обязан заплатить две пятых мага. А правильное мнение у шапиитов считается то, что это, то есть, выплата мага, из-за этого неузаконенного полового акта, подвешивается на него, то есть, на этого раба в качестве долг, и он будет отдавать его тогда, когда станет свободным. Это ведь мнение не является далеким, если мы скажем, что женщина знала об этом, то есть, знала, что их полового акта является недействительным. Потому что ведь это становится правом ее, на которое она согласилась со своего же удовольства. То есть, это уже не рассматривается как преступление, а рассматривается как то, что она согласилась, То есть, зная о том, что ему придется платить махар, она на это согласилась. И первое мнение в этом вопросе, что все равно он платит в качестве преступления. То есть, как будто бы он совершил преступление в любом случае. Знала она об этом или нет. Ширхан Атан Хизам говорит в этом случае более правильное мнение. То, что в любом случае мы рассматриваем это как преступление. Потому что нет разницы, знала она конкретно или не знала об этом. Судя то, что произошло самим рабом. А он совершил преступление, значит должен выплатить ей махар. А махар он может выплатить только самим собой. То есть, хозяин может отдать его ей в качестве раба. Так далее, следующий вопрос. Говорит Хаббин Хаджар, хадис под номером 1332. Приходит Хаббин Абдилля о том, что пророк сказал. Если человек в качестве махра отдаст женщине что-либо из сауитка, то есть продукты известные, или фиников, то считается, что он сделал разрешенным для себя ее. То есть, это годится в качестве махра. Это хадис приводит Абдалут. И сам же указал на то, что более верно, что это не слова провока. Садалла Абдилля о том, что это не слова, а слова Джайбри ибн Абдилля. Говорит Хаббин Хизан. Далее у нас придет, что эти слова, то есть то, что разрешено дать в качестве махра сауит или финики, это касается только временного брака, который был разрешен ранее в исламе. Ранее в исламе. А потом стал запретным. Говорит этот хадис слабый, приводит его Абдалут по дороге Муса ибн Муслима ибн Уамана, от Абу Зубейра, от Джайбера, от пророка, саллаллаху ассаляма. Говорит Казахи с суннан Муса ибн Муслим. Так приходит в суннане Абдалута, Муса ибн Муслим. Вассалат Салих ибн Муслим. Но правильным является то, что этого передатчика зовут Салих ибн Муслим. Как разъяснил это Хаббин Хаджи в своей книге Ат-Тахзи. Говорит у Абдалута, и этот передатчик, то есть Салих ибн Муслим является слабым. И сам же Абдалут, то есть после того, как приводит этот хадис, сказал. Рава Абдурахман ибн Махади, от Салиха ибн Муслим, от Абдурахман ибн Махади, от Салиха ибн Румана, от Абу Зубейра, от Джайбера, как его слова. А не слова пророка, саллаллаху ассаляма. Говорит, во времена посланника Аллаха, саллаллаху ассаляма, мы, заключая временный брак, платили в качестве маха, то есть одну пригоршню продуктов. Значит, что касается этого хадиса, то это, во-первых, слова Джайбер ибн Абдилля, а не пророка, саллаллаху ассаляма, и, во-вторых, это касается вопроса не нормального брака, а какого временного брака, который сейчас запрещен. Далее. Хадис под номером 1333. Говорит, приходит от Абдулла ибн Амир ибн Рабиа, от его отца, то есть Амир ибн Рабиа, о том, что пророк, саллаллаху ассаляма, разрешил жениться женщине, разрешил жениться на женщине, заплатив ей в качестве махра на алень, то есть пару сандалей. Ахраджу от Тирмиди. Этот хадис приводит имам от Тирмиди и назвал его достоверным Вахуллифа Физалика, но относительно этого есть, говорит, разновластье, то есть ему в этом противоречие. Говорит, шахмамат ибн Хизам, на алифун мункар. Этот хадис является слабым, отвергаемым. Приводит его имам от Тирмиди, также ибн Мадия, также ибн Ахмад, по дороге Асима ибн Рабиа, от Абдулла ибн Амира, то есть ибн Рабиа, от его отца, от пророка, саллаллаху ассаляма. Сказал ибн Абихатин в своей книге Аль-Аилет. Я спросил своего отца, то есть Абухатима Ар-Рази, об этом передатчике Асим ибн Рабиа, и мой отец сказал, он является передатчиком, хадисы которого отвергаются. Говорит Мухаддис и говорят, что нет у него ни одного хадиса, на который можно было бы опираться. Тогда, говорит, я своего отца спросил, а какой конкретно хадис в его сторону отвергали? И затем имам Абухатима Ар-Рази прочитал ему вот этот вот хадис, то есть пересказал ему этот хадис, указав на то, что он является отвергаемым. Знаешь, наш хадис нашей главы под номером 1033 является слабым, отвергаемым, недостоверным. Хадис под номером 1034. У Аль-Са'ля ибн Са'ад, а радуя Аллаху агнаму, приходит Аль-Са'ля ибн Са'ада, о том, что он сказал, Заводин Набиев, салалулаху алисаляма, раджу лан, мра'атан, бихатанин, хадид. Пророк, салалулаху алисаляма, женил одного из мужчин на одну из женщин, и в качестве махра этот мужчина заплатил или выплатил железное кольцо. Ах, раджу аль-Хаким, говорит, этот хадис передает Аль-Хаким, И ведь на самом деле этот хадис, который у нас здесь приведет, является частью длинного хадиса, который мы приводили в начале книги Никаха. Помните этот хадис, когда пророк салалулаху алисаляма женил одного человека, и в качестве махра они обозначили то, что он обучит ее чему-либо из Кур'ана, или чему-либо из Кур'ана. И некоторые ученые сказали то, что здесь не имеется это обучение, а просто лишь тот факт, что он знает что-либо из Кур'ана на Иерусе. А что касается вот этого, то что пророк салалулаху алисаляма женил его за железное кольцо, то это не является застоверным, то есть является чем ошибкой. Говорит, влахив аль-Мукар, этот хадис является слабым отвергаемом, приводит его Аль-Хаким, по дороге Абдуллах ибн-Мусхаба Азубейри, от Абу-Хазима, от Сахли ибн-Усада, от пророка салалулаху алисаляма. Говорит, Абдуллах ибн-Мусхаб является слабым передатчиком, его назвал слабым, как об этом приходит в книге Мизам и Азидал. Говорит вместе с тем, что он является слабым, он говорит этим самым своим хадисом, противоречивым, крепким передатчикам, хапизам. Говорит, Абдуллах ибн-Мусхаба Асадия, которое более 10. Все они передают этот хадис от Абу-Хазима с тем словом, которое мы приводили в начале книги Никах. Там приходит то, что пророк с.а. женил этого человека на этой женщине не за железное кольцо, а за то, что у него из выученного из Кур'ана. Что касается вот этого, то этот хадис является мокр, отвергаемым. Значит, что у нас произошло? Вот этот вот Абдулла ибн Мусак, слава и передача в этом киснаде, перепутал, то есть передал этот хадис неправильным образом. В этом хадисе приходит то, что пророк с.а. спросил его, что ты ей заплачешь в качестве мокра, человек сказал, что получил ей свой изар. Потом пророк с.а. указал, что это не пойдет, так как если он отдаст ей свой изар, то во что он сам будет одеваться. Потом попросил его найти что-нибудь другое, потом сказал, найди хотя бы железное кольцо, потом этого человека от железного кольца не смог найти. Так вот, вот этот вот Абдулла ибн Мусак разубейли, перепутал этот хадис и привел его так, как будто бы пророк с.а. женил его за железное кольцо. То, что в качестве махра было выполчено железное кольцо, или обговорено железное кольцо. Но на самом деле пророк, саламу алисалам, женил этого человека на этой женщине за то, что было у этого человека из выученного, из Кур'ана наизусть. Значит, этот хадис также является слабым. Что у нас получилось? В 1032, 1033, 1034 все эти хадисы являются слабыми, а два последних вообще отвергаемыми. Говорит, «Даллата на хадису мутакаддима алянну ля хабда ля акадли садат». Все эти три хадиса, говорит, указывают на то, что нет какой-либо границы минимального махра. «Ма кадта кадддам айзикруй мас'ада фи овай альбаб». И, говорит, этот вопрос мы уже разбирали ранее, в начале главы, то есть главы о махре. «Ва азилла хадис ла'ифа». Что касается этих хадисов, то они слабые. «Охуна кама югни анна фиддаля ля кама ткаддам». И, говорит, там, то есть когда мы этот вопрос разбирали в начале главы о махре, мы приводили другие доводы, которые действительно доказывают правильность мнения о том, что нет шариати, то есть не установленной шариати, минимальной границы махра. То есть махр, главное, что он должен быть, ну, может быть маленьким, может быть большим, без какой-либо конкретной границы. Далее. Хадис под номером 335. «Он алиин, разъяволлаху анукаль». Приходит Али ибн Абиталиев о том, что он сказал. «Он алиин, разъяволел, не должен быть меньше, чем 10 дирганов». «Охраджу в Даракутни маукуфан в офисанаде имакаль». Говорит этот хадис, передает Аддаракутни со слов самого Али ибн Абиталиева, но в его изнаде есть критика. Говорит Шахамут и Нахизам. «Заиев этот хадис является слабым». Приводит его имам Аддаракутни, но в его изнаде Дауд ибн Азид Али Ауди, который является слабым передатчиком. «Он алиин, разъяволел, не слышал от Али ибн Абиталиева ничего, кроме одного хадиса, как и в этом сказал имам Аддаракутни». Шахамут и Нахизам неоднократно уже на уроке говорил о том, что он отказался от этого мнения, так как в различных сборниках приходят ясные указания того, что Шахаби слышал непосредственно от Али ибн Абиталиева сразу немалое количество хадисов. Значит, что у нас в итоге получилось? Все-таки этот асар от Али ибн Абиталиева является слабым из-за наличия слабого передатчика в нем, а это Дауд ибн Азид Ауди. Говорит Аддар Асар, «Менадим датил Ханафиев, это Аддид Акадил Махр, Би Ашрат и Барагим». Говорит в этом асаре, или этот асар является одним из доводов ханафитов, которые сказали, что минимальный махр это 10 диргамов. То есть меньше чем 10 диргамов махр быть не должен. «О, баид, ла язбуд, но этот асар, как мы уже сказали, слабый, не утвержденный». Говорит, и этот асар, так же приходится в слов самого пророка, как это переведет, как оно приходит у Аддар Акадил Махр, но этот хадис вообще является ложным. В его весна дима Башар ибн Убей, который сочинял и выдумывал хадисы. Значит, указание на то, что минимальный махр это 10 диргамов, и меньше этого махр быть не должен, этот хадис является слабым, и, соответственно, постановление такого также не установлено, и оно не является верным. Но правильным является мнение о том, что нет границы минимального махра. Его может быть меньше, чем это. Хадис под махром 1036. Приходит от Укба ибн Амира о том, что посланник Аллах сказал, «Хайрус садақ айсау самый лучший махр, это самый легкий махр, то есть чем меньше будет махр, тем он лучше». Ахраджу Абу-Давуд, этот хадис приводит Абу-Давуд и назвал его достоверным Аль-Хаким. Бариш Ахамдан-Хизам в сахтех, этот хадис достоверный, приводит Абу-Давуд и Аль-Хаким застоверными с нами. Фил хаск алятайсири садақ, ванну сабугун лид-барака. Бариш Ахамдан-Хизам в этом хадисе побуждение к тому, чтобы уменьшать количество махра, и указание на то, что это является причиной благословения в семье. И этот вопрос мы уже рассматривали в начале главы. Хадис под номером 1037. Приходит Аиша, что она сказала, что одна из женщин Амра, когда на ней женился посланник Аллах и вошел к ней, она попросила защиту от него Всевышнего Аллаху. То есть сказал, я прибегаю к защите Всевышнего Аллах от тебя. И тогда пророк сказал, ты попросила защиту от того, кто ее предоставляет. Фаталлақа и развел ее. И отдал приказ Усаме ибну Зайду, чтобы он отдал ее в качестве мута, то есть в качестве дополнительного дара брачного. Так, то есть это не махр, а как мы говорили ранее. Мута, то есть дополнительный подарок. Бисалас иасваб, чтобы он ей дал в качестве дополнительного дара три одежды. Ахраджу ибн Маджи, этот хадис приводит ибн Маджи, но в его изнаде оставлены передачи. Гориш хамз махизам, ла'айфам джиддан, этот хадис является очень слабым. Приводит его ибн Маджи, и вот этот вот оставленный передачи, это Убейд ибн Касик. Ла'кадганы язу хадисы. И он не просто оставленный передачи, а из тех, которые сочиняли и выдумывали хадисы. Далее. И последний хадис в нашей главе, хадис под номером 1038. Васлув киссафис сафих мин хадиси Абу Иусаид Ас-Саиди. Говорит Хагз ибн Хаджар, рахима Аллаху та'ала. И основа этой истории, то есть история о том, что женщина попросила защиты от пророка, салаллаху и саламу, и Всевышнего Абу Ас-Саиды. Говорит, основа этой истории приходят достоверно в сборники, то есть имеется в виду у имама Аль-Бухари. Говорит со слов Абу Иусаид Ас-Саиди. Говорит Шахман Тан-Хизам, этот хадис приводит имама Аль-Бухари, и в нем приходит Утия Бель-Джуния, то что пророку, салаллаху и саламу, привели женщину из племени Аль-Джун, то есть в качестве жены. Вафииха ламмадахала алейханнабию, салаллаху и саламу, и говорит, в нем приходит, что когда пророк, салаллаху и саламу, вошел к ней, он сказал, И тогда она сказала, разве малика, то есть правительница, дарит себя обычному сука, то есть торговцу на базаре, И пророк, салаллаху и саламу, протянул свою руку к ней, для того, чтобы успокоить ее. И тогда она сказала, я прошу защиту Аллаха от тебя. И тогда пророк, салаллаху и саламу, сказал, ты попросила защиту у того, кто действительно ее предоставляет. И затем пророк вышел к нам и сказал, я абу Саид, ксуга разъя къейни, у альхикха би ахлия. Сказал у абу Саид, одень ее в две одежды, имеется ввиду, дай ее в качестве дополнительного дара от меня две одежды и отправь ее к ее семье. Ибн Хаджир, то есть приводя этот хадиск, указывает на то, что кто-то из ее, либо родственников, либо кто-то из ее знакомых сказал ей, то есть попроси защиту Аллаха от него, то есть от пророка Саид, и ты станешь более дорогой в его глазах, то есть он как бы начнет тебя уважать. И затем эта женщина, что, то есть после того, как все это закончилось таким образом, жалела относительно этого и порицала саму себя за это ее поведение. В этом или в этих хадисах, 37-38, указание на то, что если женщина оказалась разведенной, то мужчина, то есть который ее развел, должен дать ей дополнительный дар в качестве одежды или какого-то имущества, или чего-то иного, что соответствует обычаям людей. И ведь мы уже в этой главе подробно разбирали те постановления, которые касаются понятия мута, то есть вот этого дополнительного дара. То есть кроме магра, который человек обязан заплатить жене, если он ее разведет, он обязан также заплатить ей мута, то есть дополнительный дар в качестве одежды, говорили, или какого-то веса золота, или имущества, или какого-то домашнего атрибута, или что-либо подобное. Говорит, поэтому вернись к тем вопросам. Поэтому говорит, вернись к тем вопросам. На этом завершилась у нас глава о магре, и со следующего урока Березнингда приступим к следующей главе в Китабу-Никах, которая называется Бабу-Валима, то есть глава о Валиме. Что такое Валима, и какое его постановление, нас, иншалла, придет далее. Субханатуллаху, махамдик, ашхаллаху, ла илла илла анта, стаагфору, ла илла илла.